Ну и все, по пикам уже у нас ситуация более-менее сформированная. Команда LGD Gaming забрала себе Гирокоптера и забрала себе Дазла. Популярно при популярной и Висп третьим пиком залетает для LGD Gaming. Со стороны команды Natus Vincere, Shadow of Fiend, Queen of Pain, Bounty Hunter и Disruptor. И Тинни в пик команды LGD Gaming, Тинни плюс Висп. Крутая схема, обычная классическая схема, но она такая жесткая, такая долбущая, что как бы не офигеть вообще команде Navi от того, что Тинни Висп с ними может сделать. А он может. Дизраптор от команды Navi. Достаточно хорошая, мне кажется, история. Если Тинни Висп влетает куда-то в файт, и предположительно, я думаю, Артстайл, да, скорее всего, будет на Дизрапторе. Если, предположительно, Артстайл понимает и видит, куда конкретно Тинни Висп влетает, туда сразу же, сразу же Кинетик Филд и, естественно, Шторм, Статик Шторм от Дизраптора. И тогда, конечно, закайтить их можно, да и там сгнобить их вообще в Кинетик Филде, пусть там и остаются. Это в идеале, конечно, но LGD Gaming не особенно глупый, чтобы такое творить. Так что посмотрим. Вообще, по составчику LGD Gaming сильны как никогда. Наверное, за счет Капитана, который к ним пришел. Капитан, который является действующим чемпионом этого интернешнл. Ксяуэйт просто преклоняет два колена. Ну, крутой, крутой чувак, невероятно крутой. Еще и в такую команду попасть. LGD Gaming по составу своему мощный, гораздо мощнее, чем Юби без Ксяуэйта. Мэйби здесь, здесь Яо, здесь Сайлар, ну и, конечно же, ММОАЙ. Ну, в принципе, Na'Vi тоже по составу не с улицы собраны. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. И бороться есть варианты. Баунти Хантер и Дизраптор. Тут распределение ролей следующее. Я думаю, все-таки Санейка будет играть у нас с Ходячим Вардом. А Дизраптор это у нас Паня, это Артстайл. Ну и Квапа для Дэнди. Нет, Квапа не для Дэнди. Нет, Квапа, я думаю, для Фанника на сложную линию в составе команды Na'Vi. А Мид Лейн будет для Дэнди на SF. Акс в составе команды Na'Vi. И думай теперь, то ли это Фанник на Аксе, то ли это Хвост на Аксе, а Фанник на Квапе. Но Хвосту Квапу в руки я бы не давал на самом деле, потому что Хвост уже на прошлом Интернешнле показал, как он играет на Брюмастере. Я думаю, что хватит. Хватит экспериментов. Слишком дорогие... Слишком дорого обходятся эти ошибки. Ну и LGD Gaming. Мейн Керри Гирокоптер есть. Мид Лейн, скорее всего, Вис плюс Тинни. Дазл, я думаю, к Гирокоптеру пойдет. И у Флейнера нету команды LGD Gaming. Na'Vi об этом знают. Они забанили Клокверка. Ну, тут есть Тайт Хантер, кстати, у команды LGD Gaming. Есть Магнус. Под Тинни, под Веспа. Под Гирокоптера. Есть Магнус. И так, чтобы плотными совсем стать LGD Gaming, можно. И Darkseer тоже есть под общую схему. Тут всех не перебанишь, на самом деле. Правда, Darkseer под Дизраптера не очень удачен. Если стянуть всех и в Статик Шторм попасть, или просто попасть, если в Статик Шторм, то Darkseer становится в файте просто бесполезным. Без ворскастовки, без воров реплика, конечно же, без вакуума. Да даже без Айншеллов. Ситуация не очень хорошая будет. Тут этим Дизраптером команде LGD Gaming Нави могут поломать. Это, в принципе, не сложно, на самом деле. Ну и последний пик от Ксяуэйта. Ждем. Там параллельно кто играет? Параллельно Секреты и Комплексити. И MVP Phoenix играет против Cloud9. Мы выбрали топовый матч. Да и не случайно. Ну и где последний пик? Спиритбрейкер от LGD Gaming. Жирно все. Очень даже жирно. Толстый Спиритбрейкер. Нормальный Тинни, когда пассивка будет прокачана. Плюс Висп его постоянно выхиливает. Плюс Даззл и Гирокоптер. Ну, укомплектованный, конечно, LGD Gaming. Очень круто. Казалось бы, все такое разбродное. Такая разноплановая абсолютно комба. Тинни-Висп это отдельная история. Гирокоптер тоже отдельная абсолютно история. Спиритбрейкер сам по себе шный герой. А в куче все это очень дамажаще будет. Ну, как зайдет на самом деле. Навин надо с самого начала этой игры рассказывать LGD Gaming, кто выигрывал International до Ксяоэйка. Кто в финалах участвовал больше, чем это делал Ксяоэй. Поэтому тут надо сразу же проявлять агрессию. Мне кажется, Акс должен выформить ранее артефакты. И надо идти и бить. Все. Даггер должен быть как можно раньше, чтобы Тинни и Висп просто разбивались об Акс. Это важно. Это очень важно. Тем более стянуть всех Акс, если всех на себя перетягивает. Все это под стадик штормом. Если будет проводиться, то, конечно, законтрить их можно. Можно. Санейка забирает себе Баунти Хантера. Дазл это Арт Стайл. Квапа это у нас Фаник на сложную линию. Дэнч собирает себе СФа. И Акс это Хвост. И со стороны команды LGD. Ксяуэй будет играть на Дазли. Спирит Брейкер. Это у нас Яо. Мэйби будет играть на Тинни. Герокоптер. Это Сайлер. И ММВАЙ играет на Виспе. Ну и все. Звездный составчик против звездного составчика. Ну и сразу старт. Какие-то траблы, траблы, траблы. А в чем дело? Это, кстати, первая пауза за всю историю Интернешнл. 2015-го. Ну, на моей памяти. Странненько. Думал, такого не будет. А что-то случилось. Я так понимаю. Нет, ничего не случилось. Все решили. Ну и первая встреча у нас может быть еще до выхода крипов. Санейка в Инвизии. Санейка знает, где находится команда LGD Gaming. И по идее, Na'Vi на старте... На Na'Vi на старте нечем драться на самом деле. Стана никакого. Не только на старте. Да и в принципе у Na'Vi никакого старта. У LGD Gaming сразу один, два, три. Станов достаточно. Контроля достаточно. У Na'Vi ничего подобного в принципе нет. Какая-то бесконтрольная дота. А ну-ка, Санейка. Неожиданно, да? Как это? Руна не появилась. Почему? Что случилось? Как это все произошло? Na'Vi отбирают обе баунти-руны. Одну из них забирает баунти-хантер. И забирает прямо из-под носа у команды LGD Gaming. Санейка, я смотрю, тут после последнего матча на отжиге. Да, абсолютно. Мидлейн. Мэйби плюс ММА на VSP. Санейка должен, по идее, тусить здесь. Ну, его ждут. Его ждут. Уже стоит центри-вард. Санейка сам с центри-вардом, если что. Ну и надо, главное, ткнуть его и успеть до того, как разобьет команда LGD, разбить их вард. Больше, по-моему, нет вардов, да? Да, ММА без варда. У ММА нету баунти-руны, поэтому нету здесь и пока что еще батлы. Только сейчас появляется Дэнди. Дальний койл можно дать и Мэйби можно забрать двумя кайлами, если попасть бы. Не хватает на два кайла здесь маны, и Дэнди не рискует, чтобы в никуда ману свою не отправить. И все, пошел центри-вард у нас от команды Na'Vi уже. Разбили вард команду LGD. Все, LGD прекрасно понимает. Ну и опять пенанты, посмотрите. 14 за Na'Vi и 4 всего лишь за команду LGD Gaming. Они, безусловно, и фавориты. Они мощный коллектив с крутейшим составом, но все равно внутри Доты, конечно, любовь не так. Командир LGD Gaming, Na'Vi, если на показуху, конечно, комьюнити не любят, то где-то внутри Доты все равно верят и болеют. Ну и Дэнди уходит отсюда. Дэнди получил нормально так дамаги от Мэйби плюс ММВАЙ и разворачивается, отходит. Прыгнул, а? Прыгнул сюда Санейка. Подбросили, точнее, его. Чуть было... не разорвало Санейка под Тавером. Мэйби. 390 на руках. Выходят на Дэнди. Тос есть, если что, у Мэйби. Ну и Дэнди отсюда уходит. Вовремя, очень вовремя Дэнди развернулся. Если бы сейчас под Тосом постоял, два удара Дэнди бы не было. Это ФБ был бы для LGD. Санейка рядом. Реген есть для Дэнди. Санейка начинает подрезать Виспа. Виспа бросает у нас на Дэнди. А это просто подарок, по-моему, какой-то. Хотя Яу уже бежит. Висп лоу-хпшный, 40 хп. И Яу раздавил Дэнди. Санейка должен допилить ММА. На тебе, вонючий Висп. Отправляйся в ад. 2-2-8 по голде. Зарабатывает LGD у нас в этом файте. И по экспириенсу. 160 нави и 295, кстати, заработал. В итоге Санейка даже больше, чем LGD заработали. Санейка классный чувак, конечно. Вот бы нелепо было, да, не получить эту визу, о которой говорили последний месяц все. Аванскор сидит, говорит, что нелепо, было бы классно. Было бы шикарно было бы. Я тоже хороший игрок. Безусловно, тоже хороший игрок. А СФ у нас уже с батлой. Есть у него бутсов спид. Есть танго. Но Дэнди мы пробустили как могли. Мэйби. Пытался выбросить у нас под тавер. Выбросить под тавер Дэнди. Не удалось. Крип в итоге на голову у Виспу упал. И посмотрите, тут нормальная пабовская строта у Тини. Застанил, выбросил под тавер. ММА близко не подходит. Спиритов не раскручивает. У него есть оверчардж, у него есть тизер. Пока что даже не качал спиритов, не планировал. Но и сейчас опять будет бросок. Да, вот он бросок. Вот он бросок. Висп все время у нас работает просто маячком, на который швыряют у нас с мидера команды Нави. Дэнди начинает отпеваться. Артстайл приходит, закрывают Мэйби. Кстати, лохэпешная ММА здесь. И непонятно кого, бить Тини или Виспа. Висп близко не подходит. Висп тут просто надзиратель какой-то. Смотрит, как работает его раб под никнеймом Мэйби. Че им и мая напрягаться? Он уже понапрягался в свое время. 250 по голде в пользу Нави. И по экспириенсу 400 тоже в пользу команды Нави. Хвост против Ксяуэйта. Встретились два одиночества. Бросают у нас Мэйби Ксяуэйта на хвоста. Будет ли выход здесь? Нет, Сайлер очень поздно пришел. Санейка в инвизе. Под Вардом не надо бегать, Санейка. Тебя видят. Тебя видят на Ксяуэйта. У Санейка есть Сюрикен. Можно попробовать. Есть еще один удар по Дазлу. Сюрикен в него. Санейка, конечно, здесь отъедет. Но фраг для Нави он заработал. Молодец. Ну, примерно так и играют на самом деле. Баунти Хантер. Что такое ММА? ММА просто как бы печально здесь на Виспе. Бейте его, коровы. Или это лошадки? Это вообще хрен знает что. Тавр, по идее, это Человека-лошадь. А здесь Человека-пес какой-то. Посмотрите на это лицо. Это просто лицо собаки. Рогатой. Сейчас полетели, наверное, в чат шутки. Кто собака, кто... Кто сын. Так, ММА разорвало просто пополам. Дэнди попадает к Айлами. Причем двумя сразу очень удачно. И Яо выдвинулся за Санейка. Санейка в Инвиз. Просветка есть у Яо. Дэнди должен на хелку хотя бы подойти. Хвост сверху смотрит и ничего не может сделать. Дэнди разбирают под Кенедик Филдом. Дэнди, скорее всего, здесь отъедет. Ну и хвост. Ну как так-то? Он заагрил бы, спустился, посмотрел бы. Там кто-то, там интересно. Там можно было драться. Яо на хэкграунд за хвостом. И Сайлар здесь уже. У Сайлара есть Рокет Бараш. Хвоста в таверну. 3-6. 3 в 0 просто дерется команда LGD. Очень хорошо раскатили команду Нави внизу здесь. И тем самым даже 4 в 0. Я забыл про Санейка. 3-2 Нави выигрывали. 3-6 на данный момент. 1400 по голде. 1100 по экспириенсу. LGD здесь просто на уровне. Сыграли. Ну и Мэйби агрессивный. Мана у него есть. Он никогда ее не жалеет. Постоянно. Заливает то Эваленш, то ТОС. И все очень даже круто смотрится. В итоге Нави с 1000 голды преимущества скатываются в 250 отставаний. И по экспириенсу Нави пока еще в плюсе. Но ненадолго. Я думаю графики движутся уже в сторону команды LGD. Санейка здесь не просто так. Вроде для Курьера. Курьер не летит сюда. Забавный Курьер, кстати. Первый раз вижу такого. И все. Санейка вынужден уходить. Ему здесь не рады. У СФ уже ПТ есть для Дэнди здесь на стакере. Я так понимаю Артстайл. Этим занимался у Артстайла. Просто беда, конечно, по закупам. Ничего вообще нет. На тапок деньги есть, если что. Но Артстайл пока не тратит деньги. Да и Курьер далековато бегает. Ну хотя бы тапочек приобрести себе было бы неплохо. Тут либо тапок, либо варды. Либо варды, либо тапок. Давай Артстайл. Для себя или для команды. Не знаю, кстати, варды ваткатили у команды. Нави нет вроде. Вроде бы нет. Ну и хвост лох-эпэшный. Хвост уходит у нас под собственный фонтан хилиться. Вообще Нави как-то присмирели после этого файта на мидлейне. Давайте на Нетворс переключим. Давайте крипстат посмотрим. Потом Нетворс 45 на 13. У Сайлера у Дэнди 47 на 6. Дэнди опережает по крипам своего оппонента. Плюс здесь лесные. Гирокоптер в это время забирает у нас Дизраптора. Два ТП сразу сюда на Сайлера. Сюрикен проходит от Санейка. Сайлера должны забирать. Фаник прыгает у нас на Сайлера. Эйдей Сайлер здесь приплыл. Квапа забирает этот фраг. И Нави наказали зажравшегося мейнкерри команды LGD. А то что это такое, а? Капитана бить прям под Тавером. Артстайла. Просто ни уважения к возрасту, ни к регалиям. Пришел на пенал. Так, где-то здесь Тинни. Слышу, посыпались уже камни. Очень быстро с Санейка разобрались. Ну и команда Нави в ответ. Будет ли файтиться? Ну, хвоста нет Даггера. Поэтому врываться пока нечем. Хвосту вообще подставляться здесь нельзя. 870 хп. Всего лишь немного совершенно дефа. Контр-хелик здесь особенно не спасет. Дейберсеркер колл. Я думаю, команда LGD пережить может. Висп выхиливает очень даже хорошо. И... После Берсеркер колла все фуловые будут. Артстайл отправляется в соло на топ-лейн. Центральная линия по-прежнему за Дэнди никому ее не отдает. И что-то Дэнди себе должен был приобрести. Курьер уже со стаффов в Визардре. Дэнди в фаст Юл, как я понимаю, собирается. ПТ-шка есть, Мэджиконт есть. И Боттл тоже для Дэнди имеется. Юл будет первым артефактом для Дэнди. Потом уже даггеры. Мекка. На ком лежит? Вообще будет ли кто-то собирать? По идее Дэнди неплохо бы собрать Мекку. Сразу на подсейв Санейка полетела команда Нави. ТП отменено. И Санейка остался в безопасности. Короче говоря, команда LGD отжимает нижний лайн у коллектива Нави. Ну и подходить в принципе-то и не получится. Санейка и Хвост пока что не бойцы, если в соло. Надо какие-то раскасты от СФ. А сюда надо от Дезраптора. Какая-то полезная штукенция. Вот эта, которая сейчас только будет появляться. Ну и видят у нас Санейка. Санейка ловит у нас, во-первых, Charge of Darkness от Яу, а потом еще и Просветку. Ну и разобрались с ним очень быстро. Мэйби, заметьте, постоянно на лоу хп. Он, в общем-то, очень авантюрно играет. Пока еще ни разу за это не наказали Мэйби. И Мэйби так и надо. По фарму нифига вообще у Мэйби. 27 крипов, 28 всего. 105 ассиста пути не есть. То есть он толком и не убивает, но он всегда в центре событий. Ну и на мидлейне перемещается на мидлейн Сайвер. С ним еще и Ксяуэйт. В виде няньки. Дэнди уже есть Сейдж Маск, уже есть Стап оф Визарди. Осталось собрать себе Войт Стоун и Рецепт. Денег немного совсем осталось ССФу. Порядка тысячи и будет готов Яул. К тому моменту как раз Реквием оф Сол будет от Дэнди. Ну и опять же это какая-то дополнительная, какой-то дополнительный рычаг контроля. Потому что так контроля у Нави практически нет. Цеплять кого-то нечем. Вообще нечем. Ну Акс может ворваться с Даггером и за Берсеркер калировать. Но если у Акса нет Даггера, по сути больше и никого нет. Или если Даггера и Оги, или если Акса рядом нет. Одиночно конечно ничего Дэнди сам не сделает. Поймать будет очень сложно. Реквием оф Сол пошел от Дэнди и не дошел до Билли до того, как он раскастовался. Минус 2 делает команда LGD. Артстайл точнее. А нет, Артстайл дается нейтралом. А там убили Сайлера. Все это было на топ лейне. Хорошо, Фанник уходит отсюда. Квапа разультилась. Дэнди потеряли в собственном лесу и во вражеском лесу забрали мейн керри команды LGD. Давайте смотреть на Этворсы. 4600 у Дэнди. Он первый на карте. 4500 у Фанника. И дальше идет Сайлер с Мэйби. Вообще отставание просто копеечное. Где-то по тысяче Курьер Дайеров отвалился еще к тому же. Где ты, где ты? Здесь он и отвалился. А кто его убил? Кто его мог убить интересно? Вот кто его убил. Вот кто убил Курьера и на ТПшке улетел. Это классическая схема для Баунти Хантера в принципе. Не здесь убить, так убить вот здесь. Баунти Хантер превратился в Ходячий Вард в грозу всех Курьеров. Я с Курьерами тут Санэйка обошелся как в принципе обходятся с Курьерами Фурионы в основном. Нави 3000 по Экспириенсу и 1500 по Золоту. Ну и на мидлейне Дэнди у него совсем немножко остается. До появления Юла, по-моему, 500 всего лишь копеек. Точнее 100 копеек. Нет, 650. Стоит так. Сэф у нас пошел файтиться в собственном лесу. Здесь поймали хвоста. Влетел сюда ММА вместе с Тинни. Стадик Шторм под ноги Тинни. Тинни разобрали. Лоу-хпшный Санэйка. Санэйка бежать отсюда. Вот он на мидлейне и Сайлер вылетает у нас. Готов файтиться. Сайлера отправляют назад. Ульта пошла от Дэнди. Против Яо можно драться. Кстати, Артстайл не погибает. Артстайл на лоу-хп 14. Если флэк Кэннон пройдет, хотя бы один тут Артстайла просто разнесет на куски. Дэнди назад. Бэковать. Юл у него есть. Поднимает Сайлера. Подними Сайлера. Не поднимают Сайлера. Пора бы уже. Ну и еще один килл от Фанника. 8-12. Становится счет. Нави минус 3 делают. Да при том, что они проигрывали по фрагам. Они еще и убивают. В данном файте больше 1600. По голде 2. По экспириенсу и по графикам. 1004. Нави должны выигрывать у LGD Gaming. У фаворита группы А. В которой находится Нави. Молодцы. Молодцы. Разобрались немножко с собственными траблами. Как я смотрю. У Акса уже появляется Даггер на 14 минуте. Есть у хвоста Транклил Буци. Есть Маджик Стик. В принципе Агр возможен. Да и камбэк из Ри. Хотя какой камбэк? Они 3500 по голде. 4 по экспириенсу. Камбэк вообще из этого упадка. В котором находилась команда Натус Винсер последние 2 дня. Фанник. Мала Чага. Через Нул Талисманы. Здесь 2 Юла уже в составе команды Нави. Контролировать будут всех. Половина команды LGD будет летать в ветрах у нас. Но правильно. Два их подняли. Два их убили. Двое вернулось. Убили их потом. У Санейка уже есть трек. И тут по-моему последний файт тоже был под треками в основном. Все. Юл Фаннику прилетает. Даггер у хвоста есть. У Дизраптора есть Статик Шторм. Да уже и больше. Есть. Яу. Куда ты влетаешь? Ты просто сумасшедший. Артстайл. Статик Шторм под ноги. Артстайл. Юзайт у нас. Мэджик Стик отходит. Ну и в рассыпную вся команда Нави. Просветили Санейка. Санейка приговорили здесь. Без вопросов Фанник. Без ульты. Ну и Дэнди прыгнуть не может. Даггера нет. У него есть Огрклаб. Но он на Даггер Дэнди тут не развивал. Я смотрю. Лицо не планировал Даггер собирать. Осталось до Огрклаба еще, конечно, денег и денег здесь собрать. Даггер подешевле. Хотя не настолько действенен, насколько БКБ в частности. Ну вот тот же Герокоптер раз и... Кстати, нет. Герокоптер Рокетвораж. Да. Исчезает у нас карта Тос и Эваленш тоже исчезает. По-моему, дамагу, если не ошибаюсь, Тос не наносит. Так что БКБ очень даже полезная штука. Плюс Дазл, плюс Виск. Наверное, БКБ поважнее все-таки. Ну как, наверное. Точно вам говорю. Нави. Три с половиной по голде выигрывали. Теперь до двух. Семьсот где-то спустились. По экспириенсу продолжают быть впереди более чем на четыре тысячи. Санейка дал трек и уходи. Резанул, дал трек и уходи. И Сандер Страйк еще и назад возвращает. В Кинетик Фил. И без всяких статик штормов под ноги. Хвост очень вовремя пришел. Без ульты Дэнди забирает этот фраг. Как Дэнди поднимает себя в Еул. Разгон пошел на Дэнди. Дэнди лоу хпшный. Старается уйти от Яо. Кто бы подсейвил. Где Брайт Дазла? Дэнди. Как так-то? 100 хп всего лишь у Дэнди. Хвост. Ловит у нас Яо. Дэнди ульта. На хайграунде. На Яо. Яо старается сделать хп-аут. Берсеркер колл. Никуда Яо не пойдет или пойдет. А как так получилось? Как он улетел? Берсеркер колл. Был же от хвоста. Нет, не было. Не было, не было, не было. Минус 2 сделала команда Нави. Дэнди просто забожил. Как он это сделал? Как это получилось вообще? Еулы, батлы. Охренеть просто. Переключение ПТшек. Вот это да. Вот это я понимаю. Возвратка вообще. В профессиональную дот. 1200 по голде. Заработали Нави. 1500 по экспириенсу. Они обыгрывают команду Xiao8, которая практически без потерь в группе А идет. Ух, 6. 10-13. Проигрывают по фрагам, но при этом, посмотрите, фармят лучше. И кор-герои выглядят гораздо сильнее, чем у команды LGD. 6-200 у Мэйби. Есть даггер, но никаких аганимов нет. Никаких аганимов. То есть с даггером он может ворваться, например, на Дэнди, у которого будет включен БКБ. Врывайся, хорошо, это не проблема. Но у Фаник на Аквапе тоже через Юл тут сможет что-нибудь подпридумать. Ну и как там поживает Сайлор? У него уже есть Драма Фендеренс, есть Огр Клаб, есть Трингов Аквила, ну и барабаны еще и для Тини появляются. Двое барабанов у команды LGD Gaming. По идее, бегать будут очень быстро и частенько стучать. Нави 3800 по золоту, 5 с копейками по экспириенсу. У Дазла уже есть медальонов Кураж, у Тини после барабанов 600 голды сверху. Даггер, естественно, тоже есть для Мэйби. Спиритбрейкер от Яо, есть ПТ-шка, есть Оверпл Вином, 900 голды на руках, все остальное, в принципе, вспомогательное и не учитывается. Как пишется в каких-нибудь сводках, на общую картину не влияет. Огр Клаб есть, Драма Фендеренс и Аквила для Гирокоптера и Висп у нас, ну, по классике, в принципе, ММА и собран. То, что Виспу необходимо на ранних этапах. Санейка видят, Санейка видят. Просветка сразу же по нему поднимает панику на Санейка. Бежать по-быстрому. Статик-шторм под ноги, но Кенетик Хилда не было. Яо, ульта пошла в Санейка. Как же хейтят Санейка. Сайлор ульту по арт-стайлу. Ульта по Санейкой. Санейкой минус 2 делает команда LGD Gaming. Красавцы. Тут, конечно, поймали врасплох Нави. Вы видели, просто молниеносная вообще игра от Тинни. Он бежит, ставит вард или он, или кто там, или ММА это делает. Прыжок-просветка. Прыжок-просветка. Дальше будем уже потом разбираться. Ты про светку дай, потом поговорим. Да, Нарей здесь опустили головой в холодную воду LGD. Немножко чувства привели, а то как-то заигрались немного Нави. У хвоста уже есть Vitality Booster и, в принципе, Курьер готов. Я думаю, отправиться у нас в лес, в Secret Shop приобрести Vanguard для хвоста. Ухвост лоу хпшный на Эншентах. Разбивают, конечно, щи хвосту. Бежал бы ты отсюда совсем. Убил, 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 убил и улетел. Молодец. Есть уже Vanguard у него. В принципе, хп реген приличный. С транквилд бутсами. Можно себе это позволить теперь подольше. Делать во вражеском лесу разгон на Дизраптора. Я уже бежит к своей цели. Уже готов. Врывается у нас еще и сквозь Фаника. Ой, как Фаника разорвало, а? Просто мэйби через всю ерунду, которая у него есть. Через ТОС, через Эваленш. Фаник приземлился и погиб. Хотя фуловый был. Еще минус 2 от команды LGD Gaming. Ничего себе. Так, Нави все свое преимущество и растерять могут. Хвоста уже есть Vanguard. Как там Дэнди поживает? Все, у СФа готов Blacking Bar. Рецепт уже в Курьере направляется для Дэнди. У Баунти Хантера как там дела? На Мекку уже с Санейка губу раскатал. Молочага. Хедреска есть. Баклер есть. И надо еще 200 голды до рецепта. Ну и здесь тоже приподнимается, конечно, команда LGD Gaming. Мэйби сам начал убивать. До этого все ассисты у него были. Даггер. Есть и после даггера. 2300 появилась. Естественно, здесь Аганим must have. У Спирит Брейкера Мидас появился. Яо тоже понял, что экономическое положение надо исправлять. И исправляет. За Санейкой. И просветка есть у Яо. Ну и Санейка увидели. Сейчас Незерстрайк будет. Ну, просто как часы работает. Команда LGD Gaming. Яо нон-стоп здесь Санейка мучает. Спирит Брейкер на то и Спирит Брейкер, чтобы Баунти Хантера доставучего отовсюду вообще вытаскивать и разваливать. Ну и, конечно, не по шансам сейчас драться с Санейка. 560 голды еще отобрали игроки команды LGD Gaming. Импульсивность, конечно, импульсивность. Какой-то вот классический китайский забирает. Нифига себе. А, ММА забрал у нас... Нет, не забрал у нас Айлор ММА. Не забрал. Улетел самостоятельно. То ли влетел у нас в ульту Дисраптера, скорее всего. Ну и ММА возвращается как раз туда, куда Сайвер. Тут Нави просто фартануло дичайшим образом. Забрали Веспа, забрали перед этим Гирокоптера. И по голде тут тысячу, наверное, полторы, может, даже отобрали у команды LGD Gaming. Ну, начали фейлить. Тут уже за Нави судьба впрягается. Как с этими ченами и пуджами, как с этими разбитыми аэгами. Тут у нас где-то Висп не доиграл. Хотя, опять же, опытнейший ММА. И Сайлер тоже наплужил. Ну, бывает и такое. У Санейка желание появляться где-то возле крипов отпало очень быстро. Я уверен, что он стоит... Вот, да, стоит Яу. Он ждет, когда появится Санейка. Просто где-то засветись, типа. Я иду уже за тобой. Ну и разгон от Спирит Брейкера. На кого? На Фаника. Остановили Фаника. Поднимают его. Он из-за страйки не потрачен. Приземляется в Кинедик Филд и в Статик Шторм. Ну и Яу развали. За наглость, за Санейка, за избитого саппорта. Пришли взрослые дяди мстить. Ну и за 3000 по X-галде впереди Нави и по экспириенсу более 5-ти тоже для Анатос Винсер. В чате пишут, что Гиро Диздраптор вернул. Да, все, понял, 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 понял. Я думал, там в Статик Шторм попал в Висп и разорвался тизер. Ясно. Теперь буду в курсе. Ну, тогда Вард Стайл просто красавчик. У него уже есть тап в Визарде, у него есть Огр Клаб. И осталось 2100 заработать до появления Аганима. Тенди, БКБ включил, разультился. Еще и Квапа тут сверху наорала у Фаника. Лоу ХП, конечно, надо бежать от этой ракеты как можно быстрее. Тепаут, наверное, не успеет сделать Фаник. И над голову подземляется ему Сайвер. Маны на даггер... Ой, не маны, точнее, а блин был в КД. И вариантов уйти не было никаких. У Квапы потеряли Фаника. Это тысяча балдей для команды LGD. И 1600 экспириенса тоже для них. Ну, жесть, жесть, жесть. Появляется даггер у Дэнди. И, наконец-то, Саннейка приобретает себе Мекку. У меня желание, когда Баунти Хантер что-то делает, желание сказать, что Фаник. Фаник, Фаник, Фаник. Потому что, ну, это привычный герой для Фаника. Баунти Хантер. Сайвер, кулдаун по Дэнди. В итоге Артстайл все в себя впитывает. Артстайл, скорее всего, здесь и остался. Дэнди тоже распиливают. И просто озверели игроки команды LGD Gaming. Ой. Понесли на вей. Тут закомбетчили много. Тысяч, я думаю. Минимум полторы. Так и есть. 1500 заработали LGD Gaming. 2600 по Экспириенсу. Ну и Нави уже с 4000 преимущества до полутора отошли. Еще и Тауэр здесь сейчас упадет для команды LGD Gaming. Тут просто на опыте, чуваки. Китай решает. Герокоптеры. Есть фейсбуцы. Есть БКБ у Сайлора. Есть Драма Фендеранс. И появляется Аганим для Мэйби. На 25-й минуте после барабанов, после даггера. В принципе, по таймингу у Мэйби все круто. Это сейчас Дэнди его обгоняет. А спустя некоторое время Тинни равных себе иметь не будет. Я думаю, вы понимаете, что вот с этой палкой, которая в руках у Тинни, фарм становится просто колоссально быстрым. При наличии даггера он усиливается еще раз в полтора. И хвоста здесь пилят шарики. Синие шары. Хвост, развернись. Форстаф есть у Акса. Есть у него даггер. Вытягивает. Такой вот многоуровневый бэтрайдер. Забежал в толпу. Загрил всех. Точнее, влетел на даггере в толпу. Загрил всех. Форстафнул себя назад. Пусть бегут. В самый, вообще, в самое пекло. Кстати, к Шторм пусть сами заходят. 27 минут. Нави потеряли 4000 по голде преимущества. И по экспириенсу с 7 до 2,5 Нави спускается вниз. Хвост, кстати, не принимает участия в файтах совершенно. У него 6 ассистов, но это как-то так давно было. Серьезно. Он просто забил вообще на... Забил абсолютно на доту. У него своя дота. Лиса и все. И хвост немного удивляет на самом деле. Как это получается вообще. Ну и все. В итоге преимущество по голде вниз ушло, но 2500 по экспириенсу пока еще Нави сохранили. Ну, мне кажется, что все-таки надо реализовывать вот эти массы скиллы, которые есть у команды Нави. Естественно, речь идет о Берсеркер Коли. Надо разбираться с... Статик Штормом, Дизраптора, Кинетик Филд. Все это должно быть чуть более... Чуть более активно, чем сейчас. Так вот, частично где-то может проявиться какая-то комба. Там, со Статик Штормом, в частности. Вообще все вокруг Дизраптора крутится в вопросах комбинационности. Но чтобы собраться вместе, чтобы всех у нас спрятать в Кинетик Филд, чтобы Дэнди разультился, чтобы Акс загорел, такого я не вижу. Соник Вейв от Квопы. Все парами действует. Либо Акс Дизраптор, либо... Шадоу Финд плюс Квопа. Ну и зацепили у нас Баунти Хантера. И очень быстро сбриваются Нейка. 22-13 становится счет. Нави уже в минус уходят, там Акса пилят. Акс у нас делает Даггераут. Или Форс Став Аут в вопросе этом. Да, тут Даггераут не получится, конечно, когда бьют тебя куда-то там Даггераутишься. Дэнди переходит во вражеский лес. Будет уже здесь... стилить хотя бы какую-то голду и экспириенс. У команды LGD. Ну, смотрите. Нави немножечко подприосели. Линию вот эту центральную не переходят. Хотя преимущество до этого было. И они позволяли себе на вражеский хайграунд зайти куда-то подраться. Не на своих позициях. Здесь в лесу подставлялись. Но выходили хотя бы сюда. Так только Дэнди выходит. И то сумасбродно это все выглядит. У СФа уже есть Яша. Ну и в Манта Стайл, скорее всего, Дэнди будет выбираться. В БКБ есть у Дэнди. Один раз он уже был проюзан. У Хвоста БКБ еще нет. Осталось на рецептно собирать Аксу. Как там дела у Санейка? После Мекки ничего у Санейка не появилось. Бутсов Спид. Все. В принципе, Мэджик Вонт и... И все. И Арт Стайл отдалился. Так сильно отдалился от Аганима. Казалось, что этими темпами где-то сейчас уже, например, Аганим должен был появиться у Арт Стайла. А так фарм обрезали, Арт Стайла убивают неоднократно. И вся команда остается без денег. У Фанника есть БКБ. Десятисекундный поинт-бустер тоже имеется. Две пятьсот осталось до Аганима. Встречаются сейчас с Мэйби. Мэйби. Даггер Аут сразу. На Мэйби можно выходить. Почему нет? Выходите на Мэйби. Не ждите. БКБ пошел у нас от Дэнди. Летит сюда уже. БСБ сплетает сразу же. Статик Шторм. Но пользы никакой. Фанника развалили. Всех развалили. И Арт Стайл в таверну. Минус два делает команда ЛГД Гейминг. Дэнди куда делся? Дэнди ушел. Дэнди лесами, полями просто бежать оттуда. Да. Что-то неудача прям-таки идет за командой на Вилджи. Гейминг 3000 с половиной. По голде. По экспириенсу тоже. ЛЖД уже уходит в плюс. Ну и все. Заходят на хэграунд. 31-ая минута. У Мэйби есть Аганим. Ему больше нихренишеньки. Не надо. Аганим есть. Бей не хочу. Здесь Сайвер. У которого уже Иглсонг имеется. И осталось там тысяча копеек до появления Баттерфляя. Чем бить непонятно Сайвер. У него есть будет БКБ, будет Баттерфляй. То есть магией не запулишь в него ничего. С руки тоже бить не вариант совершенно. Да и Дэнди. Не такой уж и боец с руки на данный момент. Один Яша и больше как-то на дамагу артефактов никаких у Дэнди. Тут физдэмэдж некому вносить вообще. Баунти Хантер совершенно не ДДшник. Акс тоже без физдэмэджа в основном. Ну это так. Это смешно уже после 32 минуты. Ну и БКБ появляется у Тини. И появляется Владмир. Для Спиритбрейкера еще один буст для Тиника. Но это основная ударная сила команды LGD. Сейчас Мэйби еще и 16-й левел получит. Вот сразу после этой пачки крипов, как я понимаю. Да, наверное. Ждет. Ждет прыгать. Прыгай. Ничего страшного. Прыгай. Байт на себя. Тини надо получать 16-й, но Мэйби не выходит на медлейн пока еще. Гирокоптер с Баттерфляем. Все, Тини пошел зарабатывать себе 16-й левел. Все отойдите. Смотрите, сколько с руки. 310 с руки теперь месяц у нас Мэйби. У него есть БКБ. Барабаны есть. Таггер есть. То есть он и мобильный, и быстрый. Ну и следующий какой-нибудь Манта Стайл, я думаю, может похоронным стать для команды Нави. LGD. 8500 имеют по голде, по экспириенсу 2500 и преимущественно. Ну и эскейпы какие-то надо искать украинскому коллективу, потому что просто так здесь не справиться. SF укомплектовался у нас немножко хотя бы в статы. У Дэнди Саша Яша, у Дэнди есть БКБ, и у Дэнди есть Юл. У Акса до сих пор нет Блэк Кинг Бара. Ну и вариантов сейчас где-то его заработать, кроме как удачно подраться, у команды Нави, к сожалению, нет. Поэтому приходится стоять и терпеть. Алини будут падать. Прыгает у нас Мэйби, подбрасывает хвостах, хвост на лоу хп. Где же ты, Виверна, какая-нибудь? Или где ты, Даззл? А Даззл играет за команды LGD. Мэйби старается развалить, а эго у него есть, но Мэйби выхиливается благодаря ММВ. Ну это Висп, это Висп, просто сумасшедшая санитарка. На, не знаю, на постоянном, на капельнице с адреналином находится у нас Тинни. Постоянно тайные вообще какие-то чакры открывает. И у Тинни такой регент чокнутый. Как его сносить, непонятно. БКБ тоже пробивать, пёс его знает чем. Ну Квапа может пробить БКБ, но это немного, это сколько? 390 хп слить. Это даже не 390 хп, это 390 дэмэджа. Выучить, при учёте дефа, это всё копейки вообще для Тинника с двумя тысячами хеллспоинтов. Даже больше. И таким чокнутым регеном. Глимсует назад Тинни. Блэкин Баррот, Мэйби, и побежал, 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 да всё нормально, успокойся. Никто за тобой не идёт, Тинни. Я пойду бить сатиров. У хвоста, да, есть уже 1250. Ну давай, давай БКБшечка, появись. Что-то у БКБшечка меня аж, аж, передёрнуло. 1250 на руках у Дэнди. Надо, наверное, всё-таки укомплектовываться в какой-то защиту от физдэмэджа, который будет влетать. Здесь герокоптер с бабочкой и сам по себе дамажащий хорошо Тинни. Я думаю, что Баттерфляя здесь необходим на самом деле СФу. Но где же его взять, когда тебя несут так сильно? 11 тысяч золота LGD. По экспириенсу 4 тоже LGD. Ну, жестянка полнейшая. Нави старались здесь первые этапы игры, до 4 дошли. Ну вот как надо, вот как надо своё преимущество реализовывать. Самое страшное, что закамбетчить абсолютно непонятно чем. То есть, Акс, ну не боец в лейте. Особенно такой Акс, у которого Нетворст 4 на карте. Против герокоптера, простите, пожалуйста, это перебор полнейший. Чем дальше идти, тем страшнее становится герокоптер от Сайлора. Чем дальше идти, тем страшнее становится Тинни от Мэйби. Ну, все карты на лейту в руках команды LGD. А они и сейчас выигрывают. То есть, камбетчить могли бы LGD, если бы вдруг натерпели здесь от Нави. Я не знаю, тут Нави правда выше головы придётся прыгнуть, чтобы всё это на Мэйби щекочет. Просто батлхангер. Ай, больно, ай. Уберите. Ай, жжётся, ай. Всё, потерял 150 хп. Пошёл опять мстить крипам. У него какая-то... Какие-то личные счёты с этими крипами. Я как смотрю, как он этим веником наваливает по голове. Крипам. 12 тысяч золота, 5 экспириенс, LGD, конечно, на коне тут 100%. У Сайлера появляется Демонедж. Теперь даже Баттлфьюри... Ой, Баттерфляй, точнее, от СФа его не спасёт. Ни Баттерфляя, никаких Солар Крестов, если их понасобирать. Ничего это не поможет, потому что МКБ у Сайлера уже очень даже скоро. С тем количеством дамаги, которое есть у Сайлера, с тем спойск-рейтингом от команды LGD, это не проблема. Думаю, минут 5 и... Меньше даже, чем 5 минут. Хотя нормальный тайминг. 5 минут ещё и будет МКБ у Геррокоптера. Вообще, ГПМ, давайте посмотрим. 512 у Геррокоптера, ну так и есть. Если 2500 ему надо, 5 минут, то на то и выходит. Тинни тоже 500. Ну и дальше Дэнди 487. Нормальный хвост, посмотрите, 349. Мешки по поводу четвёрочек. 12 тысяч, что вроде как динамика приостановилась, и Кираса появляется для Тинни. Рошан должен появиться. Вот-вот уже стоит крип от Геррокоптера. Ну и ждут Роха через полторы минуты. Нави вряд ли будут за него драться, хотя, если не подраться за Рошана, выстоять им не получится на хайграунде. Придётся, я не знаю, заотрвать, но лезть туда. Вариантов других, я думаю, нет. Если у Тинни будет Аэгой или будет у Сайлор, например, Аэгой, то два раза одного из них не убить просто-напросто. Санейка в инвизи с гемом. На гору заходит. Пингует Санейка и понимает, что его не видят. Неужели будет врываться команда Нави? А пускай врывается, пускай хвост бежит первый. Под смоком все. На Мэйби можно напасть, но его же заберёт Витц. Очень неудачно, неудачно позиционно. Находится Нави, потому что здесь есть на подсейв и Даззл, и Герокоптер с горы. Должен валь, но они просто стоят и ждут. Вы видите, они поставили тролля, и они стоят, ждут. Спускается Сайлер, смок провязали, причём на лоу-граунде. Об этом прекрасно знает команда Нави. Он, собственно, и вард. Ну и дальше в спину пропинговал всем Санейка. Санейка отсюда уходит. Ну и смок спадает. Всё, поняли, что Санейка здесь. Какая же неприятность. Сейчас будет просветка от Яо. А чё не было-то? Чё не было? Яо не разгоняется на Санейка. Странно, даже просветка пошла, не достаёт до Санейка. Здесь никакой просветки, и Санейка надо отсюда бежать. Просто стоять, надо просто молча стоять. Ни хрена не надо делать. Прилетела ещё одна, да, что ли? ТП-ау делает Санейка, и у него получается отсюда уйти. Вот это да, собрал вокруг себя пятерых, а в это время кто-то должен фармить. Кто-то не фармит. Фармит только хвост. Никто не фармит. Санейка бегает от пятерых игроков команды ЛГД, а Нави стоит и смотрит. Я бы тоже посмотрел. Правда, я и смотрю. Это интересно. Интересно. Нави будет ли врыв? Акс не успевает, прыгает Акс. Ульта пошла у нас от Дэнди. Под ноги статик шторм. Забирают очень быстро Сайлера. Яо пилит Дэнди. Ну и входит сюда Мэйби по всем Эваленш. Тос по двум, по трём. Хвост лохэпешный в таверну. Падает у нас Дэнди на копчик и ломает себе все конечности. И 13-27 в итоге сбили Аэгу. Потеряли двух пор-героев. Потеряли саппорта одного, второго. Ну и хвост чудом каким-то просто улетел. Затолкнул себя на хэкграунд и улетел на базу. Тут по голде ЛГД продолжит своё преимущество. Уже Висп у нас прилетает с Тинни. Подпинать немножечко в сторону Сайвер. Пешко приходит, ему Висп не нужен. Он нормально бегает, скорости достаточно. Ну и Сайвер разбивает в принципе тавер. В это время на топе развалился. Развалились бараки. Я даже как-то пропустил этот момент. Ну и ЛГД по идее забирают. Всю базу команды Нави. Комбетчить нечем. Гирокоптер не в руках команды Нави. Тинни не в руках команды Нави. Никакого камбэка не будет от Сефа или ещё от кого-нибудь. Поднимают Тинни. Статик шторма нет у Артстайла. 7 секунд всего лишь кулдаун по голове Дэнди. Дэнди в таверну. Квапа байбекается хвост в таверну. Ну и это всё. Это 100% ГГ. Нави пишут в GameWellPlay. Я с ними в принципе солитарен. Игра была интересной. Они вроде пытались. Ну не по шансам просто. Ну и это наверное первый результат.